Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то сама собой у меня стала формироваться тема потерянных смыслов. Мне очень хотелось высказаться после 7 ноября. Я не стала. Я думала, что 7 ноября пройдёт, обсуждение большевиков пройдёт, и все успокоятся. Но нет. Нет, это продолжалось на протяжении целой недели в телеграм-каналах наших. И вот наши белые и либеральные гвардии, они очень так по большевикам оттоптались. Я не историк. Меня вообще интересует душа человеческая в данный момент времени. Что происходит с моим народом? Как он себя чувствует вообще? Но я хочу вам напомнить, как во времена батюшки, царя, в России, в частности, на фабрике Морозовых, рабочие трудились по 20 часов, а спали 4. Вот об этом сказал Прилепин, сказал Эвстафьев. Вот они написали о 8-часовом рабочем дне, завоёванном, подаренном большевикам. Вот и что тут началось? И успокоиться никак не могли. И вот их, этих людей, мне хотелось бы направить к циклу лекций Фёдора Розакова. Это сейчас публикуется на канале «Книжный день». Там целый цикл этих лекций. И все они посвящены царской охранке, спецслужбам царской России. И вот с этого ракурса, который нам показывает Розаков, ты понимаешь, как это на самом деле однобоко судить советскую власть за то, что она разрушала храмы, и больше не заметить ничего. Весь мир заметил, как советская власть размыла вот этот градиент между общественными слоями, а они не заметили. Они мне отвечали таким образом. Они мне отвечали так, что капитализм – это неравномерное распределение доходов, а социализм – это распределение нищеты. И я же ведь не говорю вообще о вашем богатстве. Я говорю о том, как себя чувствует рабочий человек. Я вижу, как он себя чувствует. Вот сейчас я хочу обратиться к классике. И не просто так хочу к ней обратиться. И не просто так ее сейчас забросили, и не просто так ее не читают. Это же сделано в страхе заглянуть в зеркало. Это сделано в страхе узнавания. Ну, давайте мы обратимся к великолепному отрывку «Сон Макара». И я не буду читать с самого начала вам этот рассказ. Я прочту именно суд Макара. Старый Тайон посмотрел на него и спросил, кто он и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду. Когда Макар ответил, Старый Тайон спросил, что ты сделал в своей жизни? «Сам знаешь», – ответил Макар, «У тебя должна быть записана». Макар испытывал Старого Тайона, желая узнать, действительно ли у него записано все. «Говори сам, не молчи», – сказал Старый Тайон. И Макар опять ободрился. Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сахою, но он прибавлял целые тысячи жердей и сотни вазов дров, и сотни бревен, и сотни пудов пасева. Когда он все перечислил, Старый Тайон обратился к Попу Ивану. «Принеси-ка сюда книгу». Попу Иван принес большую книгу и развернул ее, и стал читать. «Загляни-ка», – сказал Старый Тайон, «Сколько жердей». Попу Иван посмотрел и сказал с прискорбием. «Он прибавил целых тринадцать тысяч». «Врет», – крикнул Макар. «Он верно ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошей смертью». «Замолчи ты», – сказал Старый Тайон. «Брал ли он с тебя лишнее за Кристины или за свадьбы? Вымогал ли он руку?» «Что говорить напрасно?» – ответил Макар. «Вот, видишь», – сказал Тайон. «Я знаю и сам, что он любил выпить». И Старый Тайон осердился. «Читает теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю», – сказал он Ивану. А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровой жерди и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками. И молодые бужьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз. Тяжелая была работа челганца. А поп Иван стал вычитывать обманы. И оказалось, что обманов было 21 933 обмана. И поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки. И оказалось 400 бутылок. И поп читал далее. А Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую, и что она опускается уже в яму. И пока поп читал, она вся опустилась. Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно подержать чашку ногой. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум. «А что такое?» спросил старый Тайон. «Да вот он хотел подержать весы ногой», ответил работников. Тогда Тайон гневно обратился к Макару и сказал, «Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница, и за тобой осталась недоимка, и поп за тобой считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами». И, обратясь к попу Ивану, старый Тайон спросил, «Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади, и кто гоняет их всех больше?» Поп Иван ответил, «Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника». Тогда старый Тайон сказал, «Отдать этого ленивца трапезнику в Мериной, и пусть он возит на нем исправника, пока не заездит, а там посмотрим». И только старый Тайон сказал это слово, как дверь отворилась, и в избу вошел сын старого Тайона и сел от него по правую руку. И сын сказал, «Я слышал твой приговор, я долго жил на свете и знаю тамошние дела. Тяжело будет бедному человеку возить исправника, но да будет, только может быть, он еще что-нибудь скажет, говори, барахсан, бедняк». И вот тут обратите внимание, как Макар начинает защищать свое достоинство. Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов к ряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара. Один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно. Слова гнались одно за другим в перегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не рабел. Если ему и случилось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное, чувствовал сам, что говорил убедительно. Старый Тайон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким сначала казался. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу солны. Но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и Попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что это правда приходится по сердцу старому Тайону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тайона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, подталкивая друг друга. Он начал с того, что не желает идти к трапезняку вмеренной. И не потому, что не желает, что боится работы тяжелой, а потому, что решение это неправильное. А так как это решение неправильное, то он ему и не починится и не повезет даже ухом, не двинет ногой. Пусть с ним что хотят делают, пусть даже отдадут чертям вечные комночиты. Он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерено. Трапезник гоняет мерено, но кормит его овсом. А его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили. Кто тебя гонял, спросил старый таян с сердцем. Да его гоняли всю жизнь. Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати. гоняли попы, требуя ругу, гоняли нужда и голод, гоняли морозы, гоняла жара, дожди, засухи, гоняла промерзшая земля и злая тайга. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят, и он так же. Разве он знал, что поп читает в церкви и за что? ему придет руга. Разве он знал зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости? Говорят, он пил много водки. Конечно, это правда. Его сердце просило водки. Сколько говоришь ты бутылок? Четыреста, ответил поп Иван, заглянув в книгу. Хорошо. Но разве это водка? Три четверти было воды, и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Остало быть, триста бутылок надо скинуть со счета. Правда ли он говорит? спросил старый Тайон. Чистую правду торопливо ответил поп. А Макар продолжал. Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Хм, пусть так. Пусть он рубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И при том две тысячи он рубил, когда у него была больная первая жена. И у него было тяжело на сердце. И он хотел сидеть у своей старухи. А ну что? его гнала в тайгу. И в тайге он плакал. И слезы мерзли у него на ресницах. И от горя холод проникал до самого сердца. А он рубил. А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить трава. чтобы заплатить за Женин дом на том свете. А купец увидел, что ему нужда и дал только по десяти копеек. И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе. А он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти вазы надо считать в пятеро и даже более. У старого Тайона показались на глазах слезы. И Макар увидел, что чашки весов колыхнулись и деревянная приподнялась, а золотая опустилась. А Макар продолжал. У них все записано в книге. Пусть же они поищут, когда он испытал от кого-нибудь привет, ласку или радость. Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко. А когда вы расстали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелой нуждой. И он состарился один со своей второй старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи, две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели. Правда ли? спросил опять старый тайон. И папа спешил ответить. Чистая правда. и тогда весы опять дрогнули, но старый тайон задумался. Что же, сказал он, ведь есть же у меня на земле настоящие праведники, глаза их ясны, и лица светлые, и одежда без пятен, сердца их мягки, как добрая почва, принимают доброе семя и возвращают крин сильный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною, а ты посмотри на себя. И все взгляды устремились на Макара, и он усцедился. Он почувствовал, что глаза его мутны, и лицо темно, волосы и борода сколокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить себе сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги и теперь стоял перед Тайоном, как последний якут в дрянных торбосишках. И он пожелал провалиться сквозь землю. Лицо твое темное, продолжал старый Тайон, глаза мутные и одежда разорвана, а сердце твое поросло бурьяном и тернием и горькой полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев. Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять. О каких это праведниках, говорит Тайон. если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает. Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар. И лица их светлые, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками. Макар опять понурил голову, но тотчас опять поднял ее. А между тем разве он не видит, что и он родился как другие, с ясными открытыми очами, в которых отражались земля и небо и с чистым сердцем. Готовым раскрыться на все прекрасное в мире. И если теперь он желает скрыть под землей свою мрачную позорную фигуру, то в этом вина не его. А чья же этого он не знает. Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение. Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие произвела его речь на старого дайона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце, но он этого не видел, потому что его сердце вливалось слепое отчаяние. Вот он оглядел свою горькую жизнь, как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя. Он нес его, потому что впереди все еще маячила звездочкой в тумане надежда. он жив, стало быть, должен испытать лучшую долю. Теперь он стоял у конца и надежда указала. Тогда в его душе стало темно и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухой ночью. Он забыл где он, перед чем лицом предстоит. забыл все, кроме своего гнева. Но старый Тайон сказал ему, погоди, Барахсан, ты не на земле, здесь и для тебя найдется правда. И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют. И он, и оно смягчилось. А так, как перед его глазами все стояло, его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал. И старый Тайон тоже плакал. И плакал старый попик Иван, и молодые бужьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами. А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше. 1883 год. Примечание прототипа героя сказы стал ангинский крестьянин Захар Закунов, в избе которого жил ссыльный короленко.